В преддверии 70-летия со дня Великой Победы мы продолжаем цикл сюжетов о подвигах советских солдат и тружеников тыла. Герой нашей рубрики сегодня ветеран войны Мария Лиманская. Девушка-регулировщик дошла до Берлина и лично пообщалась с Черчиллем. Историю фронтовички, ставшей знаменитой на весь мир, в материале Екатерины Ковальчук. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Великая Отечественная война началась, когда Марии Лиманской исполнилось 17 лет. Девушка пошла на фронт сначала портнихой, шила одежду для солдат. Говорит, работали без устали практически на поле боя. Спустя несколько месяцев юную Марию Лиманскую отобрали специализированный полк регулировщиц дорожного движения на фронте. Когда брали девчонок, можно сказать, одинаковых, и когда вывели нас уже на лужайку, посадились, уже тепло было, вы будете регулировать движение. Когда мы прибыли туда, ребята три дня нас получили, ребята стояли на постах на этих, регулировали движением. Днем ложками, а ночью фонарями. Девушки должны были сменять на постах солдат, которые уходили воевать. Регулировщицы работали в несколько смен круглосуточно и шли вплотную за советской армией, освобождавшей от немцев города и села. Только освободят, и мы тут. И все живое, все разбомбено, все, а мы уже тут. Вот, прошли мы Украину, Белоруссию, Польшу и Германию. Конец войны Мария Лиманская встретила в Германии на своем посту. 2 мая ехала полуторка, шофер, сестренка, война кончилась, и кинул мне пачку папирос. Я ей говорю, я не курю, а он больше у меня подарков нет. А уже 9 числа здесь действительно кончилась война уже. Здесь в Берлине то это, мы стояли уже, а за Берлином туда дальше. Война еще шла, 9 только закончилась. Одним из ярких воспоминаний регулировщицы Марии Лиманской стала личная встреча с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем во время берлинской конференции в Потсдаме. Это стояли мы на постах и нам сказали, что приедут с трех держав Черчилль, Рузвельт и Сталин. Ну, Сталин, видно, на самолете, наверное, прилетел. Ну, подружка видела его, а я с Черчиллем. Когда стояла на посту, здесь американские англичане, два солдата стояло. Ну, они как стояли. И спали, и лежали, винтовку повесили на сук, на дерево. А мы же на посту стояли, регулировали. Вот едет машина, смотрим, три мотоцикла вперед едут. Потом Черчилль и еще шесть машин сзади охрана. Вот проехали мой пост, и слышу, кричат, подойдите, этот Черчилль вас просит. Ну, я подошла, козырнула, Еврея Талиманская. Он улыбнулся с сигаретой своей этой неразлучной. Ну, и спрашивает, ну, наши солдаты вас не обижают. Я говорю, пусть только попробуют. Наши ребята в обиду нашу не дадут. Он улыбнулся. Спустя 30 лет после окончания войны фронтович Калиманская узнала, что ее военная фотография, сделанная около Брандербургских ворот, в Германии облетела весь мир и сделала ее знаменитой. Своего рода символ женщины-солдата в разное время был опубликован как в советских, так и зарубежных журналах. Но от такой славы ветеран войны открещивается. Говорит, что ее долг был служить Отечеству и воевать за свободу своей страны. Сейчас фронтовику Марии Лиманской уже 91 год. На ее груди больше десятка медалей и орденов. Но самый значимый ветеран считает награду за взятие Берлина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова